Так, ну тема сегодняшнего лекции это удаленный, получается, или распределенный доступ к объектам. К объектам. Я буду дальше писать obj, может быть, если мне понадобится. Объектом, в смысле объектно-ориентированного программирования. То есть, есть у нас какой-то функциональный блок. Там, например, это может быть браузер с работающим JavaScript, либо какой-нибудь Python, который по протоколу HTTP хочет получить удаленный сервис. То есть, это какой-то сервер. На нем есть объект. Ну, дать я пока вот этим прямоугольником изображу. Ну, например, студенческая группа. Это экземпляр класса, студенческая группа, это экземпляр. Не класс. То есть, конкретная группа. И с этой группой можно выполнять... Ну, у группы есть, например, имя или там код. Код группы. И имя. Также есть, скажем так, я тут тоже нарисую еще вот таким цветом. Таким вот образом, какие-то конкретные студенты в группе. Это студент. Тоже экземпляр. Класса. Ну, вот Алекция подразумевает, что вы знаете, что такое объектно-ориентированное программирование. Так, еще вот у этого кода, в смысле у этого группы, есть еще список. Список студентов. Вот он указывает на вот этот список весь. Здесь, на самом деле, не важно. То есть, это на отдельном сервере вот это находится, либо там внутри. В общем, как-то там с этим списком можно работать. Ну, и можно говорить еще о списке групп. Получается. То есть, тут тоже можно так вот изобразить схематично. Так вот, конкретно у нас, предположим, наш клиент, да, в виде веб-браузера. Веб-браузер. Visual Basic. Нет, это будет. Он взаимодействует с нашим, с нашей группой. Но, тем не менее, у него еще есть, на каком-то этапе, он еще хотел получить доступ к списку. Список групп. То есть, я обращаю тут внимание на то, что у нас есть сущности, как бы, таких двух классов, получается. Это просто поля. Это значение. Там, код, это что может быть. Строка, да. Имя тоже строка. А вот это список. Даже то, что это строка, тоже не важно, что это вот, какое-то конкретное значение, это список значений. И в список мы можем, тоже давайте здесь зеленым помечу, в список мы можем добавлять элементы, да, там удалять элементы. То есть, замена, например, это последовательное удаление и потом добавление. А значения мы можем только изменять. Ну, то есть, устанавливать. Добавлять мы, получается, в список мы добавляем экземпляры некоторого класса, в том числе. То есть, они должны на сервере генерироваться. Да, и список, кстати, мы еще можем... Да, все вот эти поля... Стоп, надо забыла сказать еще. Мы их все можем просматривать. Просматривать. То есть, и список просматривать, код, имя. Просмотр, по сути говоря... О просмотре можно говорить также конкретно об этом экземпляре. То есть, просмотр экземпляра. Ну, или получение доступа к значению конкретного. Ну, и современный такой подход, широко используемый и активно пропагандируемый. Эта технология сейчас называется REST. Ее вариант REST FULL. Позируется она на протоколе HTTP. Суть технологии в том, что командам протокола сопоставляются соответствующие вот эти вот функции, вот из этих. Которые подходят под конкретную команду HTTP. Вот какие у нас команды есть в HTTP. Это GET. Так что GET один параметр только есть. В HTTP можно параметр вот этой команды. То есть, команда это равно запрос ну, в терминологии. Значит, у GET есть всего один способ передать параметр. Это как параметр самой команды. То есть, GET, например, там, лист, да, список объектов. Да, тут еще забыл сказать одну очень важную вещь, что каждому объекту, то есть, каждому объекту, вот здесь вот, назначен URL. Сейчас, правда, IRI называется. International Resource Identifier. Это Unified, Universal Resource Location. И URI лучше так использовать. Universal Resource Identifier. Ну, то есть, например, вот этот URL у нас HTTP обычно сейчас уже S использует slash теперь какое-нибудь название сервера ну, example.com обычно, да, group groups группы Можно тут сюда вставлять еще, скажем, если какая-то структура универсальная, да, у вас работает с несколькими университетами, тут вот идентификатор какой-то идентификатор университета. Ну, то есть, чем дальше мы уходим внутрь вот этой структуры объектной, да, через вот эти вот списки, да, то тем больше у нас получается URL позиций. Ну, я-то уберу, чтобы оно не мешало на кто-то. Так вот, к группе можно выполнить запрос list, например. и в результате мы получаем, то есть вот тут добавлю, да, в результате мы получаем ответ в виде страницы или в виде джессона или в виде xml, например, да, с состоянием. в зависимости от того, какие еще дополнительные параметры, ну, какие заголовки мы еще добавили к нашему запросу, мы можем как раз указать, что нам нужно джессон, xml там или html, например, пользователю просто показать на экране. это очень удобно бывает для отладки, в частности. Значит, get, он возвращает значение, да. Так, что у нас где-то там, цвет. Второй запрос или команда post. Post это послать. Значит, post в параметре запроса указывает тоже url, только здесь уже указывается не здесь вот язык написать, да. Здесь у нас как бы идентификатор этой группы. ну, либо некий глобальный url, который относится к списку групп. То есть, вот эта вот часть url, она посвящена идентификации объекта. А это, вот это, это как бы метод, метод объекта конкретный. Ну, скажем, метод list, он показывает список элементов. Причем, кстати, да, где-то вот в этих вот внутри в этих конструкциях, да, у нас находятся url, url вот этих вот под объектах. Или включенных объектах. included objects. Ну, какой-то простой способ, который можно было быстро обработать на клиентской стороне и узнать url этих объектов. И потом к ним, например, если у нас группы, да, мы можем сделать запрос list, получить список студентов. То есть, набор url, это если вот этот лист был сделан к списку всех групп. То есть, о чем хочу сказать, что здесь, вот здесь вот часть url, она в себе содержит название метода. В посте же мы пишем просто адрес самого объекта. Или я, по-моему, наврал, да? Да, по-моему, я тоже наврал. В общем, суть, опять же, вот этот url и конкретно, например, get. Get, 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 get. А, ну, можно, например, так и сделать. Name. Или неправильно. Нет, там неправильно. Да, кстати, что-то я подзабыл. Ну, мы там разберемся по ходу. То есть, get, например, name. Да, вот самый простой вариант пойти по java. Можно либо, значит, параметр внутри get, там уже так вот написать. Скажем, get name. Ну, потом, по ходу, разберемся. Я что-то вот подзабыл, когда я последний раз его использовал. Сейчас нам главное суть понять, как мы отображаем команды http на методы и поля нашего объекта, получается. Значит, пост... Да, и в теле поста, да, в теле поста мы передаем параметры. параметры вот этого метода. Значит, здесь, соответственно, URI, если... То есть, используем URL, если мы хотим какую-то связь между объектами сделать. Ну, если указывается объект. Но, всякие значения простые, да, ну, то есть, строки, целые числа и тому подобное, там это ну, делается, как бы, более простым способом. Параметры, опять же, можно передавать в виде джессона, там, xml, либо в виде запроса на редактирование формы. Ну, он самый такой непростой, обычно им никто не пользуется. Обычно все пользуются джессоном, потому что его можно очень просто сгенерировать. Ну, его формат вот этот вот. При помощи библиотек и, ну, каких-то конкретных уже инструментов в каждом конкретном случае. Дальше, следующий вид. То есть, пост, скажем так, вообще говоря, наиболее общий способ повлиять как-то на вот эти распределенные объекты. Значит, put, у него формат такой же, как у поста, только смысл put заключается в том, чтобы добавить что-то на сервер, да? Соответственно, при помощи put можно создавать новые объекты. Ну, то есть, изменять списки. Либо добавлять, например, поля сюда, если наши объекты подразумеваются динамическими. Ну, и противоположное ему это delete. Он, соответственно, удаляет объект, соответствующий вот этому URL. URL. А это здесь, да, надо тоже написать, что URL указывает на новый объект. То есть, по этому адресу нам нужно разместить новый объект. И вот структура этого URL, она как раз определяет, в какой конкретно коллекцию, какой конкретно список мы конкретно какой класс там помещаем. Так, delete. Вообще, кроме этих, еще есть дополнительные давайте я их не буду гадать. Ну, то, что я показал, это основные команды основные. получается запросы HTTP. HTTP queries. Сейчас я просто остальные покажу. Quest метод. вот get. Да, вот hit, она то же самое, что get, только она не возвращает ответ. То есть, там можно проверить только наличие страницы, например. Connect создает туннель. Нам это не нужно. Опции определяет communications, trades. А, вот патч еще есть, да. Патч там. такой метод, который позволяет изменить ну, состояние объекта по этому URL. То есть, по сути, это некоторый вариант поста. Только он имеет специфику изменения там структуры. То есть, ну, какой-то более такой системный уровень. Ну, я что-то не помню, чтобы я вообще им пользовался когда-нибудь. вот. Ну, естественно, в интернете можно найти REST API. Найти кучу разных постов на эту тему. Representational State Transfer. Передача репрезентативного состояния. Самоописываемого состояния архитектурных тель взаимодействия компонентов распределенного приложения в сети. Вот. Есть некоторые у него свойства. Ну, можно здесь почитать просто. То есть, он производительный, масштабируемый. Вот. Простота интерфейса. То есть, если вот эти повторять просто реализации методов запросов HTTP для каждого конкретного объекта не отходить от этой технологии, мы можем просто эту систему распределенную таким образом реализовывать на технологическом уровне. То есть, повторяя операцию и не изобретая ничего нового. Открытость компонентов к возможным изменениям для удовлетворения изменяющих потребностей. Ну, в частности, это вот разработали новые поля в классе, да? на сервере. Можно написать скрипт, который добавляет эти поля. Прозрачность связи между компонентами, переносимость путем перемещения кода вместе с данными. Под этим много чего можно понимать. Надежность и устойчивость отказов. Существует шесть обязательных ограничений для построения этих ограничений. Что тут у нас? Что они тут обеспечивают-то? А, то есть, если мы их будем выполнять, то вот эти свойства, перечисленные выше, будут реализованы. Если сервис нарушает любое из этих ограничений, то такую систему нельзя считать REST. А, ну вот ограничения. Модель клиент-сервер, отсутствие состояния. Ну, тут, в чем суть по протоколу HTTP, то есть протокол HTTP, он в самом запросе, так скажем, в самом, скажем, чистом абстрактном варианте, без всяких наворотов, у него нету способа хранить состояние. То есть, связывать два разных запроса, ну там, последовательность какой-то, каким-то одним общим правилом. Ну, или там, как-то их связывать некоторым общим состоянием. То есть, существуют вот эти самые куки, да, но это уже, ну, получается, расширение протокола или расширение его свойств. HTTP. Вот. Ну, такое же требование, как HTTP, предъявляется и CREST. Состояние сессии сохраняется на стороне клиента. Значит, делается для того, чтобы отсутствие состояния, чтобы сервер не тратил ресурсы дополнительные на хранение этого состояния. Хотя, на самом деле, обычно все наоборот происходит. То есть, мы на клиенте в виде куки храним название сессии, а содержимое сессии хранится на сервере все равно. кэширование. Кэширование, кэширование, оно, возможно, как раз вот в том случае, если мы не сохраняем состояние. кэширование. То есть, что такое кэширование? Один и тот же запрос возвращает один и тот же ответ. Всякий раз. Поэтому мы можем не выполнять этот запрос на сервере, а можно взять ответ из кэша прямо. Ну, вот единообразие интерфейса. Я тут уже рассказал. Идентификация ресурсов делается при помощи рай. Манипуляция делается через представление. Я уже что-то не помню. Ну, посмотрим. Самоописываемые сообщения. Да, когда мы в виде джессона представляем информацию, да, то в самом джессоне ну, например, можем получить список объектов не просто URL, да, их а значение полей сразу же, чтобы на экране вывести, скажем, список студентов. У нас может быть либо список URL на студенты, да, на студентов, либо мы можем взять имена студентов, этот список вывести и привязать на экране в HTML страницы, читаемые человеком, да, к названию студента ссылку на соответствующий URL студента. Ну, а каким образом мы это делаем? Мы в джессоне указываем некоторое поле, его значение чередовой точке. это как раз к этому относится к самоописанию. То есть, передаем больше информации, но при этом его потом удобно обрабатывать. клиент изменяет состояние системы только через действия, которые динамически определены в гипермедиа слои. Клиент обычно не способен точно определить взаимодействие ли он напрямую с сервером, или же промежуточным узлом иерархической структурой. Ну, вот я тут как раз хотел в Монго хранить эту самую информацию в студентах. Код по требованию может позволить расширить функциональность клиента за счет загрузки кода сервера видеоплетов и скриптов. Ну, это типа новый уровень распределенной архитектурой. Ну, пример какой можно сделать. Предположим, на клиентском приложении есть код показывающий список студентов. А на сервере решили к известному набору полей объекта представляющего студента добавить еще какие-то поля. При этом клиент, естественно, не знает, что эти поля каким-то образом можно отображать например, в списке студентов. Так вот сервер может например представить некоторые ресурсы URL, с которого можно загрузить функцию преобразующую наш объект в список полей со своими значениями, которые уже можно обработав каким-то общим заранее предусмотренным методом вставить в таблицу показывающую список студентов. преимущества надежность производительность масштабируемость уже было кстати. Так, есть еще такая штука RESTFULL по-моему тоже самое пока за дополнительными ограничениями но кстати даже для него отдельного нету по-моему 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 users интересно как он обратно URL будет возвращать что ли delete users 1 get users получить одного пользователя а да вот еще забыл сказать что в случае успешного выполнения каждого конкретного запроса ну http и REST вы поняли что в принципе одно и то же можем если мы возвращаем 200 значит ну так вот возврата все у нас успешно произошло 201 по-моему обязан возвращать путь в случае удачи 404 страница не найдена это означает что такого ресурса нету ну или объекта да получается 403 это к данному объекту запрещен доступ и еще есть 400 в общем еще какой-то есть код специальный который указывает что с данным методом либо ну да с данным методом выполнена недопустимая операция вот у нас запустился контейнер сейчас сейчас по идее хотелось бы к нему получить доступ а что такое манга дабы это документоориентированная база данных и в ней данные хранятся в виде коллекции то есть есть некоторая корневая переменная их тут там по-моему несколько но в общем основная которая в общем 99,9% всех запросов делается это db database потом через точку идет название коллекции я наверное здесь не буду сейчас запускать я просто просмотрю вставить элемент то есть db это название коллекции это метод для movies в смысле для коллекции он вставляет несколько объектов туда значит объекты представляется в виде вот этих джейсонов например мы вставляем нечто у него url нету названием titanic код 97 жанры чем удобно эта база данных здесь не нужно заморачиваться со структурой как в SQL базах данных а просто создавать содержимое полей объектов соответственно это название поля объекта а это его значение существует списковые значения даты потом под объекты можно здесь создавать и также делать ссылки на другие объекты при помощи конструкции object база данных для каждого создаваемого объекта генерирует уникальные внутри базы данных то есть если вы идентификатор используете как часть URL то тогда URL именно вашей системы вообще тогда можно на основе этого URL создавать глобальный идентификатор объекта вообще идентификация объектов в распределенной системе это одна из таких непростых задач решаемых в общем вот они несколько записей добавляют что там можно еще сделать наверное можно делать запросы find угол найти все название коллекции запрос на поиск информации и здесь ограничения то есть если без ограничений то у нас пустые скобки стоят можно фильтровать данные например найти все объекты из movies у которых directions все равно кристофер ну директор режиссер то есть можно вводить представление вот в такой вот форме то есть для этого поля добавляется ограничение что дата меньше чем 2001 01.01 1 января 2000 года вот больше наград больше чем 100 например gta grid либо in язык в некоторой степени эквивалентен SQL но синтаксис взят конкретно джейсоновский можно задавая второй параметр указать какие именно поля нам нужно выводить это та самая проекция типа select SQL здесь она задается каким образом то есть title 2.1 то есть что он нужен да directions 1 ну и так далее это соответствие истине в java скрипте и к этому полю еще добавляется ID вот это вот ID это то что было сгенерировано этой базой данных при добавлении нового элемента туда то есть он тут всегда показывает но если он вам не нужен нужно обязательно указать явным образом что он вам не нужен что тут еще осталось да можно создавать агрегатные запросы например группировать по идее так а это идентификатор группировки группировать по полю жанры в общем тут доллар не плавня можно разобраться а это варианты в смысле это часть синтаксиса связана с агрегативным запорозом то есть жанры почему 9 долларов стоит тоже непонятно но ладно значит нужно количество наверное фильмов по жанрам вот здесь вывести и отсортировать по где он тут жанр да по убыванию по моему если минус 11 так что у нас со временем 9.53 да так ну наверное нам сегодня хватит времени сделать только пример с что идея такая что мы создаем сейчас один экземпляр класса группа да и создаем хранение информации на стороне сервера в виде при помощи этой mongodb сейчас я устанавливаю клиента для проверки значит нам нужно будет питоновский еще mongodb tools нужно установить пакет mongoshell в офис я потерял только 瞧 полтора та миг мангол Так, создаем пакет. Молин-пакет, берем его в сервер.example, нет, длинное название. StudentGroup будет в SRC лежать, версия 1. Python-Rest-Molgo-tp. Чуть не туда я его вбил, но там можно потом поменять. Автор. URL-homepage. Ладно, пусть будет. HPL V3. Сразу же его инсталлировать. А, здесь-то его нету. Надо таки еще. Sticker Group 0.1, да. Все заработало. Значит проверяем, как работает наша система. Connect to MongoDB. Connection refused. Сейчас будем настраивать. Другой сервер установим. А то предыдущий затребовал каких-то расширения микропроцессора. Ну, сервак, на котором мы сейчас работаем, он достаточно древний. Вот VxPort needed. Что было записать-то? В общем, установили мы четвертую версию локально. Сейчас я показываю, как работать в командной строке. То есть, хотим создать группу. Insert1. Здесь достаточно name, да, как минимум написать. Группа. Не знаю, группа 1, группа 2. Не интересно же, да. Вот, скажем, системное программирование. Системное программирование. Обозначение группы. Ее код, например, sys. Там 23, например. Типа первый курс. Ага, но можно еще написать год поступления 2022. Так, скобки забыл на место поставить. Несовпадение. А, ну точка запятая, наверное, да. Invalent shorthand property initializer. Тыц. О. Insert ID. А, это возвращаемое значение. Понятно. Нам их нужно принимать и обрабатывать. System programming. System engineering. Код. Ну и вот эти Object ID нужно запомнить. Я его просто копирую. Теперь мы уже студентов сделаем. Это бы студент. Вообще в Monge вроде как множное число, да, используется. Я по привычке. Я по привычке. Работаю с базовыми данных. Революционными. Буду использовать единственное число. имя студента. И вот здесь мы вставляем наш Object ID. Сочетка номер у него. Пускай тоже код это называется. 11234. Мы там еще про него хотели узнать. списки пока мы тут делать не будем. John Seller Group. Код 1234. Что тут планировали-то? Код имя. Ну да, вроде больше ничего не надо. Так, закрываем скобку. Может человека 3 сделаем здесь? 1. Ну, работает. 2. 2. 5. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 5. Да, тут контролировать самостоятельно надо все эти уникальности. Хотя никак какие-то индексы есть. Ну, здесь это у нас как бы не самое важное. DB. Find. Нет, не Find. Student. Найти всех студентов. Группы. А, ну да. Надо еще в другую группу чего-нибудь, кого-нибудь добавить. Чтобы какая-то группа. была разница. Так, мы добавляли в группу EDF. А, теперь вот это системный engineering. Добавим Samantha Gwen. Вполне кстати, может быть реалистичное имя. Ну. Монгуэн. Хм. 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 Вот они все наши студенты. Хм. 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 по моему автоматом равенство рассматривается да вот ведь у нас только те три студента этот обжиг тайги бы теперь можем как часть юрела использовать не очень красиво конечно выглядит но 1029 хватит 11 поработаем так 0 и ограничимся тогда сегодня ограничимся созданием клиента для нашей базы данных то есть надо умудриться подключить а потом уже на следующей паре rest займемся в принципе для так сказать познания вот этой базовой сути распределенных систем и нам осталось вот изучить rest и следующая тема будет это вот rabbit message queue вот и все остальное это уже просто варианты реализации этих технологий что нам это не очень немного осталось по сути там можно конечно дальше углубляется каким-то конкретным направлением так сейчас я здесь мы должны создать объект точнее два объекта первый это студент второй группа на давайте сделаем для каждого отдельного объекта создадим свой питоновский файл так это первое второе так здесь у нас еще будет студент классно доставил создадим класс студент матчос студент да создадали нтф эмит селф здесь все как обычно то есть мы создаем даем ему имя зачетку там обязательно и группу в терминах в терминах самого приложения и селф точка под сл файл точка круг так на этом пока все попилим нет не так так и сделаем growth Класс, group, self, ну а просто name по-моему и код. Так, ну пока группой будем заниматься, потому что она у нас типа корневого элемента, то есть она ни от чего не зависит. То есть студенты у нас в группе находятся, а группа она типа как сама по себе существует в списке. Здесь нам нужен будет метод, который, то есть я не знаю, существует ли какие-то библиотек, обеспечивающие взаимодействие объектов и Mongo, да, но предположим такого нету. Мы его сами напишем, этот уровень взаимодействия. Например, можно сделать какой-то общий класс, да, давайте так и сделаем. То есть, еще сделаем, например, base.py, student group, чтобы мне написать одно и то же несколько раз. Класс, base, базовый просто, база. Здесь нам init не нужен, но нам нужно здесь сделать метод, который save.restore. И здесь будет параметр, кроме self, да, еще в какой базе данных. Можно, в принципе, его привязать к этой базе данных через ссылку глобальную. Можно, так скажем, воспользоваться опытом разработки программ на функциональном языке программирования Haskell и не использовать глобальные переменные вообще. Они там есть, в принципе, но это не приветствует. Так, можно в store, здесь в long и просто db, да, в какой базе данных мы будем сохранять. Что мы здесь сохраняем? У нас объекты достаточно простые, нам сохранять нужно только поля. То есть, for ключ, на name value, да, то есть name это имя, поле вы это. Значение поля. А, может, даже это вам не надо, нам уже чесон нужно породить из нашего... А, ну и ладно. Там, потому что в питоне есть функция dir, она представляет объект в виде питоновского словаря. Словарь элементарно преобразуется в чесона. Но этот словарь содержит кучу вспомогательной информации, поэтому проще все-таки отфильтровать, мне кажется. И вот если... А, он опять же... Он опять же еще наши все методы покажет. Так, давайте-ка пошаримся. Сейчас природу... Еще нашел я способ найти все поля, это вот функция vars. То есть, это будет vars. Причем vars, она у нас возвращает набор полей, да. То есть, нам уже нужно взять потом. То есть, это name, inverse, val равно getActorSelfName. Вот, и мы из этого должны сделать словарь временный. То есть, d, так, d, name, равно val. Так, rom.json, import dumps, выдать в строку, правда. Так, сохраняем, да. Теперь... Так, я пока ничего никуда сохранять не буду, я просто на экран выведу. Print. JS равно... Dumps. D. А, единственное... Нам уже надо как-то еще привязать... То есть, в какую базу данных мы собираемся. Но если db это коллекция, да. То есть, есть такой объект в Mongo, коллекция. Тут вроде как все очевидно. То есть, мы ему коллекцию сообщаем, и он туда сохраняет. А если же они у нас и студенты, и base лежат, и группа в одной коллекции, то тут их надо как-то различать по типам. То есть, добавлять сюда еще какой-нибудь атрибут. Типа... Ну, мы пока по-простому, если не получится, мы перепишем. Print.cs. Так, и нам нужно, как обычно, написать тесты. Test.py Test.py Test student group Test student store пускай называется self-import Кстати, должна сработать теперь. Раз у нас пакет есть, значит, точка... Стивент... А, у нас же группа еще... Чуть-чуть время забывает, что у нас группа основной. Да, в этом нету. Ну, нажимы нашел. Test. Group store G равно group Так, что у нас какое-то имя же, да, в начале? Name M234 G Store Такая нигде мы его не сохраняем. Ага... Ага... А, cd.s.lc Student Ls Base не сохраненный еще. Какого-то в XS все сохранить, так, by test, что там был, q, test, y, attribute group object has no attribute store, а, ну, потому что мы, я не унаследовал еще, да, student, base, from base, import, base, group, что надо у нас? store, self, почему не нравится, а, ну да, отлично, password, я бы хотел все-таки то, что на экране посмотреть, то есть, by test, она же запускает тесты, но при этом порождаемые значения она может на экраны не показывать, в общем, нашел это, т.р.s, by test, а, видите, name, name, как вот, 123, то есть, что здесь у нас получается, вот, второе, что нам нужно, это породить из этого джейсона, да, экземпляр класса, то есть, сейчас вот я беру наш тест опять, хочу сделать dev, test, again, instance, instance, self, ну, самый простой способ сделать специальный метод класса, назвать его load, например, сюда вставить порожденный сейчас код, сейчас запустим, он, естественно, скажет, что я не знаю, что это за load такое, мы ему скажем, что получается метод класса получается один параметром часом и он, мы его должны делать для каждого из этих классов так, и тут мы должны его пометить, что это класс метод, да, метод класса значит, что мы делаем первое instance, или там, что, группа, да, пускай будет g так, группа ладно, тогда нам придется вот так все сделать типа такой протокол у нас то есть, этот load уже метод экземпляра, не запутайтесь этот класс относится, а этот к экземпляру делаем опять наш бейс делаем деф вот self чесон это у нас все дамс что у него в дамс есть, в джессоне еще строки python model json там где коды, по-моему да, load загрузите строки и получаем в результате словарь этот словарь нам нужно потом преобразовать в атрибуты нашего класса так так there are no loads json therefore main roll all in the items items self i get set up set up set up self , name wow остается одна проблема но пока мы не будем опять же трогать может даже не сегодня у нас же в группе есть список студентов получается и нам этот список вообще говоря нужно сохранять синхронизировать то есть поэтому тут не все так просто можем например игнорировать игнорировать или же даже не так как же нам сделать то то есть список студентов можно сделать property то есть каким-нибудь образом брать этот список в группе то есть для группы список студентов брать откуда-нибудь пока непонятно откуда но в общем сделать его не именно не полем да а именно что-то похожее на функцию так все теперь нужно нам это как-то сохранить в монгах для этого нам нужно в нашем проекте requirements.txt добавить mongo так current 44 мне нужно здесь взять информацию как с Python работать storage administration вот документация потому как с Python работать то есть MongoDB Languages Python prerequisites так и нам нужно как-то установить пип инсталл Pymongo терминал type так у нас виртуальная есть нам нужно вот эту сюда добавить Pymongo сорвать и установить пип инсталл и буду все обновлять из-за этого у меня все падает сейчас у меня сервак в университете лежит из-за того что я туда вставил новый винчестер не совсем правильно надо будет его потом подкорректировать так ладно значит r-requirements точка txt Pymongo все теперь будем по этому Tutorial действовать Pymongo input mongoclient get database значит database string mongoclient то есть это то через чем мы будем с ним общаться и получить нужно нам дебины так как это мы будем организовать будет отдельный файл тому прям скопируем отсюда типа как приложение да но только не само приложение коннектор на лимон как он назвать мектор вообще не здесь сердце манга коннектор . всего задача синтезировать глобальную переменную любые так чтобы мы могли потом параметры передавать client connection string . mongo plus srv у нас там нету юзера и password адрес у нас получается 168 191 203 по моему да scratch что у нас там показывает на 203 кстати может к нему еще не подсоединиться что это мой первый датабейс Что это за мой первый датабейс? Ладно, мы тут... А, ну правильно, у нас же несколько проектов может быть, правильно? Да. Поэтому, ну тут, Student Group. Где можно про это все забыть? Так, Client User Shopping List. Create database for our example. We will use the same database throughout the tutorial. Чили я не понял, честно говоря. Ну, пускай будет Student Group есть тоже. Student Group. DpName. Почему Name, интересно? Print. Db. На Монге я что-то уже не помню, когда программировал тоже. Питон. Срце. Коннектор. Не понял, а куда он делся? Да, это вот проблематично тут. МВ-коннектор. 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 Показал, что IPIATRIS нельзя использовать с этим протоколом. Видите, соединение осуществилось. Так как у нас есть теперь объект. HostName. Документ. Класс. Dict. False. Student Group. Теперь. Теперь надо понять. Мы с чем имеем дело. Либо с коллекцией такие. Или же это у нас база данных. CollectionName. А, ну вот. Понял. Собственно коллекция. Коллекция. Подписываем наш base. Получается from.mongocom importdb. Я люблю называть глобальные переменные ресурсы. Вот деби. Да. Либо действовать через зоб компонент архитектуру. Утилиту доставать. Ну, здесь у нас не тот случай. Получается. Как всегда. Вот теперь. Вот. Дамс сделали. И теперь нужно. В нужную нам коллекцию. То есть коллекцию должен пользователь. В смысле программист. Который использует нашу библиотеку. Указывать. Так. И теперь мы. Это получается. Collection. Да. Если мы имена привязываем к нашей технологии. Монго. Тогда. Делать так надо. Хотя в принципе. Таблица уже в базе данных. Революционная. Что же коллекция объектов. Да. Так. Так. Что мы с ней можем делать. Вот мы ее взяли. И надо что-то добавить. InsertMany. For inserting many documents at once. Use PyMongo insertMany method. Да. CollectionName. InsertMany. Но нам только один надо. В принципе какая разница. Ну вот. Call. Insert. Давай. Попробуем угадать. One. D. Так. И теперь. Нам нужно этот JSON получить. Из коллекции. Так. А тут. Вопрос. Это не то. Это. Загрузка полей. Уже полученного чассона. Да. класс метод. Значит. Нужен метод класса. Который прожидал бы классы. По объектным идентификаторам. Ну и ладно. Пусть будет. Назовем его new. Так. TLS. Здесь мы это игнорируем. TLS. Теперь нам нужно. Некий. Общий ID. Передать сюда. Идентификаторам. И второй параметр. Это собственно класс. Инстанс. Равно. Класс. Правильно. Теперь. А. Еще нужно. Нам здесь. Коллекцию. То есть. В коллекции. Под некоторым. Обжиде. Лежит. Такой-то. Класс. Учиде. Мы кстати можем. Когда REST интерфейс. Будем писать. То есть. Опираться просто на. URL. Который будет хранить. Объектный идентификатор. При этом. Понятно. У нас возникает. Очень большая. Сильная проблема. Это. С регулированием доступа. К нашим объектам. То есть. Зная любую. Структуру. Урелов. Это. С регулированием. Доступа. Потенциальный хакер. Взять. Практически. Любой объект. Посмотреть. Так. Общид. То есть. Мы создали класс. Так. Его нужно создавать. Только в том случае. Если у нас есть. Такой. Объект. В коллекции. То есть. Коллекция. Что-нибудь там. Find. Я пока так. Предсказываю. И вот. Теперь нужно узнать. Как этот. Общид. Синтезируется. Интезируется. Кырин. Print. Инт. Минт. Коллекционное. Find. Коллекционное. Find. Вот DataFrame, DataFrame, так, just a moment, мы сейчас FindCategoryFood Это нам нужно поискать, получается То есть нужно такую конструкцию использовать Find, получается, ID, равно Object ID, Отопч ID Так, теперь нам нужно узнать, нашли мы там что-нибудь или нет То есть, если мы ничего не нашли, то оно должно быть пустое У нас всего один экземпляр, получается Ну, можно так написать, в тупую, то есть for По-моему, кстати, наш Mongo возвращает не JSON, а возвращает уже готовый объект Потом вот здесь надо написать, так, если type JSON на самом деле равно Даже не так Из instance Еще у нас там первый параметр объекта, а потом набор классов То есть, instance JSON, на самом деле словарь Точнее, не словарь Тогда мы его загружаем Сохраняем, да Криво получилось Вот The items Все правильно теперь For JSON Или там Depth Это называется In Call Answer Я из small token набрался Так Ответ То есть, ищем в ответе и для каждого ответа создаем класс А у нас всего один ответ будет, потому что object.id всегда один То есть, создаем класс и загружаем содержимое D Возвращаем А Так Что тут криво, да, получилось? Это New Class Method Вот Вот этот лот нам не нужен, получается, совсем Потому что мы его обходим практически Так, ладно, закомментировали Теперь Теперь Надо бы тест сделать Последний на сегодня С Группой Студентов Студентов Интересно, а insert1 что-нибудь возвращает? Посмотрим Может быть там object.id мы как раз можем взять Ну, для чего-то там, для экспериментов Принтер C Сейчас тест у нас не сработает, естественно Студент Студент Ответ Пай Пестр Щипа, потерялся cannot import named dbf from student group а ну понятно тут контекст важен ага, работает cannot import named from student group mongocon понял что конкретно studentpy порой и дальше идет ссылка на base да и он не может импортировать db ну да, он не может импортировать потому что он создается только в том случае если мы программу запустили это, кстати, не самый лучший способ чтобы все-таки создать какую-нибудь процедуру ее запускаете и создаете этот глобальный элемент и потом им пользуетесь а тут получается, что каждый раз, когда вы грузите эта конструкция запускается ну давайте сразу исправим эту проблему интересно, как ее исправить ладно, пока так запустим и функцию создадим и функцию создадим у нас есть db, который none в начале так но если мы вот так вот сделаем то всякий раз, когда будем грузить что-то я подзывал, как у нас Python работает он, по-моему, один раз загруженный модуль, по-моему, больше не грузит да тогда все правильно тогда можно не париться этим вопросом так, короче, вот он у нас генерировался и мы его store потому что у нас в тестах from mangacom import db теперь нам нужна коллекция group мы в нее сохраняем и то же самое делаем только в обратную сторону только теперь получается можно делать так сразу это все обратно вернуть вспомнить вспомнить чем у нас там было new, да то есть new collection идентификатор класс class class method cls collection он же тоже наследует new collection кстати, можно даже базу данных поставить ну то есть вот кстати, тоже маленькая кривая получается ok в общем, кстати, есть store а ну это мы заново сохраняем ее правильно так g тут мы object 1 напишем так что-то там и чему-то будет раз нажимаем так наиск и базы данных db базы данных db object id db another db group группы group new groups object id group groups object object id однако это тоже можно обобщить кстати 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 дать им его cls new group subject id cls 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 new если я не ошибаюсь конечно но если будет не работать мы всегда можем перекрыть это все виртуальными методами так теперь в соответствии с нашим протоколом с нашей структурой получается что group group лоад sdb ну да осталось общий тейди получить а мы ее можем получить запустив один раз тест г да 7 у нас еще правильно будет работать все это странно тесты могут выполняться в любой последовательности Субтитры создавал DimaTorzok Че вообще творится? Нормально все. Кстати, можем вот этот IT взять. Короче, если вы будете сильно тормозить и... ...что-то здесь конкретно будет неправильно работать, то я просто потом дома посижу отдельно и, если пощепарим о всякие ошибки, исправим. Давайте попробуем загрузку сделать. Ну, вот что-то, по крайней мере, тут работает. Миссинг-банн-рекварь-аргумент-объект-ид. Влод. Все правильно. Групп-лод. Класс-метод. То есть, в методе класса оказалось, что CLS не нужен. Я удалил первое поле, но теперь у меня возникает вопрос, каким образом это CLS синтезировать. Пока сюда добавим CLS, будем явным образом его выписывать вот сюда. Топчик. То есть, вот здесь вот надо написать. Такая тупая структура получается. Групп. Можно было здесь вместо Групп Бейс написать. Бейс грузит групп объект. 5.1. Такая строка. 13-ая. 13-ая строка. 13-ая. 14-ая. 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 15-ая. 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 16-ая. 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 takes three position arguments. Да, все правильно я понимал, че тут? cls. Ничего там не поменялось-то, видать. Так, cls.db.objid. Теперь... А static, видать, без cls используется. Вон, как я повис. Take three position argument. Может быть, соединиться не может. Таки. Так, red... breakpoint. d Отланчик запущу. next А, че-то... return collection gain new Заходим внутрь класс метода next answer Че у нас тут? Курсор А, ну все понятно тогда Все понятно У нас тут курсор же, а не список элементов Потом надо нам идти питоновский mongo Где он тут был? Ну, нету же, правильно Ну, давайте дальше посмотрим The man In answer Здесь вот оно повис, почему-то Здесь вот оно повис, почему-то Детейлз коллекшн name find Давайте все найдем объекты там Ладно, я сделаю так, что мы все-таки я дома посижу, посмотрю, чтобы делать Здесь время не тратить И отправлю результат Где-нибудь в понедельник вечером В группу Хорошо На этом пока закончим В смысле запись этой лекции Так, оказалось, что у нас сервак Работает только с локальными подключениями И стартуем И стартуем Проверяем подключение О, теперь работает Отлично По крайней мере он стал запускаться Отлично По крайней мере он стал запускаться А вот странно Почему-то он Зависал-то Может он пытался Переподключиться Как-то же надо проверить Глада должна быть возможность проверять Стопчик теги у нас ничего не значить Сейчас что-нибудь сохраним Групп Групп вот он наш object id копировать кстати возникнет вопрос что делать если объект уже существует это вопрос уже серьезный вот 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 Required Positional Augment. Пакет от лодки куда-то взялся. А что за ним? Какая-то мистика. Что же самый FirePrinning Test? Type Error. TLS New. А, ну это iLoad. Лбэйси. Все равно не понял. Test PY. Он его воспринимает как метод класса. Он перекрыл вот этот метод. Это iLoadAdders назовем его. Причем, кстати, по-питоновски. Лбэйси. 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 Чисто не знаю, что я забыл. и написать return g, таки нашел его объект, только надо здесь в тесте написать загруженный объект, student group, group, object, ну вот у нас теперь по идее такая небольшая объектно-ориентированная база данных получилась